Учитель меняет профессию. В нестандартную ситуацию попали работники школы в селе Молома Апаринского района. Директор учебного заведения поручили следить за работой котельной. В ситуации разбирался Иван Швецов. История коммунальных проблем Моломы уходит корнями в то время, когда здесь еще работал лисфромхоз, а коммунальные сети и кочегарка были на его балансе. После того, как предприятие обанкротилось, уже изрядно изношенные трубы и котлы передали на баланс муниципалитета. Власти поручили следить за котлом в местной школе. Логика проста. Школа ближе всего находится к котельной. И стали школьные сторожа и уборщицы еще и топить печи. Да вот проблема почти все кочегары женщины. Самый непьющий на селе народ. Но если что-то в оборудовании сломается, придет мастер участка, тоже женщина. И починить изношенное оборудование она не сможет. Тут много погрешностей. Все везде видишь. Трубы из головы. Все равно как-то не нравится. А что тут приезжал Кузьмин? Приезжал. А у нас же должен мастер быть. А мастер-то есть у вас? А вот это приходило, типа мастера. Она типа мастера? Типа мастера. Типа мастера. Придет так проверить. Типа мастера. Она понимает почему-то в техниках? Конечно нет. Что она понимает? Впрочем, директор школы давно просила снять с ее ответственности заботу о котельной. И вроде бы ее мольбы услышали. В село приезжал предприниматель оценить оборудование. Возможно, он и будет новым хозяином котельной. Бизнес с точки зрения рентабельности сомнительный. Все оборудование нужно менять. Найти в селе непьющих кочегаров за 5000 рублей в месяц сложно. А за счет одного только роста тарифов, которые просто так поднять никто не даст, модернизацию оборудования тоже не проведешь. Так что предприниматель побыл, да уехал. А вернется ли? Сложно сказать. Иван Швецов, Вячеслав Голиков. Вести Кировская область. Опаринский район. Село Малома. Опаринский район.